Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данная видеопостановка, а все участники актёры. Также мы не пытаемся никого оскорбить. Сходство с реальностью это совпадение, а все персонажи вымышлены. А вы русский? Нет, я украинец. А почему вы из Эстонии? Ну, есть украинцы, которые живут в Эстонии. А на каком языке разговаривают? Ну, на эстонском. Ну, украинский тоже есть и на русском тоже говорят. А не можете что сказать на эстонском? Да, я в постсовер ве спилимбо эстония, но дача. Это что вы сейчас сказали? Ну, я сказал, что я могу разговаривать на эстонском языке, а что? А, прикольно. У меня есть канал по заработку в интернете, если вдруг кто-то не знал. Называется «Как заработать в интернете». Еще 57 подписчиков и будет 3000 на нем. Рассказываю про все возможные способы подняться в интернете, про сайты и так далее. Кому интересно, информацию оставлю в описании. Так нету нейтральной территории. В смысле нейтральной территории? Ну, вы в составе Украины или ДНР? ДНР – это вообще, ну, как бы отдельное государство, которое еще не принял никто. Не, я понял, понял, понял. Все, я, да, 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 я перепутал. А у вас никто из родственников не воюет? У меня лично нет. А сколько у вас там зарплата, где родители работают? В данный момент у меня родители не работают. Ну, я мама работала на заправке, там, автомобильщиком. Зарплата 4000 рублей. Ну, 45. В месяц? Ну, маленькая. Да. А когда была Украина, ну, если еще ты помнишь, тебе сколько лет? 15. А, 11 лет тебе было? Тогда лучше жилось? Ну, да. Ну, все было дешевле, зарплата была больше. Ну, не только дешевле, было все нормально. Слушай, а вот так, какой процент у вас за Украину, а какой процент за Россию, если ты можешь, слышал? Ну, ты же взрослый. Так, 15 лет уже, нормально. Мне 18 лет, я на 3 года старше. Что? Я говорю, мне 18 лет, я на 3 года старше тебе. Да. Не знаю, наверное, 65% будет за Россию, а все остальное за Украину. А, то есть есть все равно такие, которые за Украину, да? Ну, да. А вот у вас родители? Ну, там мнение разделяется. Кто за Россией, кто за Украиной? Ну, папа вообще не... Ну, мама за Украину, а все остальные, ну, большинство просто, чтобы все воссоединилось. ДНР опять была Украиной? Ну, в смысле Донецк? Ну, да. Да, ну, чтобы у нас, мы не были такой государством, которое, ну, ни к чему не принадлежит. Но сейчас заставят заводы, не только. А если мы будем или в Украине, или в Россию, у нас все... А, то есть большая часть за присоединение куда-то, им уже не важно, Россия или Украина, только куда-нибудь, да? Ну, да. Вот пацаны твоего возраста, они больше за Украину, за Россию? Вот молодые, вот молодая часть населения, там до, ну, до 25. Они за Донецкую Народную Республику, ну, за Новороссию. Добрый день. Ну, это как бы средняя, это за свою страну. Ну, как сказать, можно. А за Украину какой процент из молодежи? Ну, я не знаю, честно. Я не спрашиваю. Я понял. Ну, слушай, а правда, что у вас еда невкусная? Ну, при Украине, я слышал, была вкуснее, типа. Еда, в смысле, не то, что у вас родители готовят, а именно та, которая в магазине. А, ну, да, она была вкуснее. Да, сухарики какие-то. Типа, раньше при Украине была вкуснее, да? Да. У нас сейчас же завозят и украинские товары, но их меньше, и российские, которых очень много, но они вообще безвкусные. Слушай, а вот я слышал, что там, когда вот эти украинские товары, что быстро раскупают, это правда? Ну, в смысле, разбирают, да. Это правда? Быстро очень? Ну, в особенности это лекарства, ну, украинские, они же поддерживали лучше. Это да, я про еду именно. Не, ну, украинское, оно подороже будет же. Ну, понятно, считай, оно же прошло сколько всего. А вот что по цене у вас, интернет сколько стоит? Ну, вот у меня, сейчас, в месяц, что-то 300 рублей. А, ну, это не много. Слушай, это да, это нормально. Но у вас интернет какой? Сколько мегабит в секунду? Ну, у меня самый минимальный стоит 100. А, ну, нет, это нормально. 100 мегабит, это вообще 100 мегабит, это как бы пакет. Что? С России приезжает вам войска? Ну, я без понятия, если честно. А что брат махает головой? Что, приезжает? Это не брат, это друг. А, друг. Слушай, правда, что у людей у вас там отжимает бизнес, который был, фабрики, забирает все, определенные структуры? Ну, лично я знаю, что у меня, у моего папы знакомые есть, ну, у него забрали машину, капитан какой-то. Машину забрали? Ну, он въехал, да, спокойно ехал, тормознули, дали автоматом в лицо, ну, прикладом, и забрали машину, ну, это как я знаю. Я понял. А когда нашли, на ней уже капитан катался. Ну, это он забрал, ну, это, сейчас. Ну, что, Nissan, Qashqara или как-то подруга. Ну, не важно, главное, что забыли. Какая разница, какая машина, украли же. Ну, это да. И сходу? Да, Nissan. Ну, ладно, давайте, удачи, пацаны. Как тебя зовут? А? Как тебя зовут? Ренат. А который час у вас сейчас? 23-21. У вас так же? У нас только. Ну, так один часовой пояс. В смысле? В смысле? В Эстонии такой же самый? Ну, да. Так Эстония-то с Прибалтика, недалеко. Ладно, сэр. Давай, давай. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Субтитры создавал DimaTorzok